Добрый день, друзья! Сегодня готовим хлеб с чесночным соусом. В миску вбиваем одно яйцо, всыпаем 2 столовые ложки сахара без горки и чайную ложку сухих дрожжей. Хорошо перемешиваем венчиком, немного взбивая смесь. Далее всыпаем чайную ложку мелкой соли, вливаем 80 миллилитров теплого молока, приблизительно 35-40 градусов. И снова перемешиваем молочно-яичную смесь венчиком. В другой миске соединяем 180 грамм просеянной муки и 20 грамм кукурузного крахмала. Можно взять 200 грамм муки, но добавление крахмала сделает выпечку еще более воздушной, текстура у хлеба будет более пушистая. Теперь сразу всю мучную смесь высыпаем в миску и замешиваем тесто. Оно быстро собирается в единый комок, но к рукам еще прилипает. Это нормально. Посмотрите, оно мягкое и немного тянется за пальцем. Перекладываем тесто на стол, желательно использовать силиконовый коврик. И на него кладем мягкое сливочное масло. Распределяем его по тесту и вмешиваем масло в тесто в течение 5 минут. Тесто будет неоднородное по текстуре, не пугайтесь, но в итоге оно получается нежное, мягкое, не прилипает к рукам. Тесто округляем, делаем такой аккуратный шарик. Кладем его на противень, застеленный бумагой для выпечки и руками немного его расплющиваем. Накрываем тонким полотенцем и ставим в теплое место на подъем, приблизительно на 1 час. Я ставлю в электрическую духовку, включенную на 40 градусов. Дверцу закрываю. Пока подходит тесто, приготовим чесночную заправку. В маленькую миску кладем 15 грамм мягкого сливочного масла, добавляем к нему 2-3 зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Всыпаем чайную ложку сахара, кладем чайную ложку майонеза и всыпаем буквально 1 столовую ложку измельченного зеленого лука. Все тщательно перемешиваем и на данном этапе по вкусу также можно еще всыпать пол чайной ложки соли. Очень ароматная и вкусная заправка готова. Хлеб у нас будет чесночно-сырный, поэтому нарезаем еще и сыр на маленькие узкие полоски. Сыр можно брать любой. Тем временем прошло 50 минут. Тесто поднялось шикарно. Теперь надавливаем на него рукой и делаем диаметр хлеба 20-22 сантиметра. Острым ножом разрезаем тесто на полоски. Сначала с одной стороны, затем лепешку переворачиваем и разрезаем с другой стороны. И у нас получается рисунок в виде небольших квадратов. Сверху равномерно распределяем чесночную заправку. Ложечкой намечаем себе разрезы и вставляем в них кусочки сыра. Если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. В таком виде отправляем хлеб выпекаться в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут. Посмотрите, какая получилась красота! Вся кухня наполняется сливочно-чесночным ароматом. Такой хлеб я подаю к обеденному столу еще теплым. Он идеально подходит к любому первому блюду. Несмотря на то, что здесь есть чесночная заправка, его едят даже дети. Мягкий, воздушный, с приятным сливочным вкусом и легким чесночным ароматом. Этот хлеб понравится всем! Пробуйте приготовить, не забывайте подписываться на канал, нажимать рядом на колокольчик и первыми смотреть новые рецепты. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!